Всем добрый день! У нас в Удмуртии стоит суровая зима, а сегодняшнее мое видео посвящено моему путешествию в город Вац, когда я была в Венгрии в начале декабря. Там была, конечно, чудеснейшая погода, а у нас прямо зима-зима с сугробами и метелями. Сегодня у меня по плану путешествие в город Вац. С этого вот такого красивого вокзала немножко затупило, как покупать билеты, потому что на русском варианта не было, в отличие от городского транспорта. И, типа, в Сент-Эндре, куда я ездила, пришлось... Хелп, хелп, хелп! В общем, девушка мне помогла. Я выбрала как раз вот вариант по расписанию на скоростной. Такой вот электричка есть, поезда попроще. Вот там вот видно, они идут дольше намного. Пожалуй, надо начать с того, что до города Вац очень удобно добраться, так же, как до Сент-Эндре. Удобство это заключается в том, что вокзал, с которого отправляется электричка, вокзал Нюгати, он расположен в центральной части города, и, в принципе, до него можно дойти пешочком. Вокзал старинный. Ну, вот когда я была, к сожалению, там велись ремонтные работы, но в целом все равно вокзал очень интересный, прикольный такой, ну, даже вот любопытно там побывать само по себе. Второй момент – это близость города к Будапешту, и обернуться на такую вот экскурсию можно вполне за один день. Это будет неутомительно. Электричка шикарная, удобная, с хорошим Wi-Fi, с нормальными бесплатными туалетами. То есть это, знаете, очень комфортное, удобное путешествие. Контролеры заходят в вагон, в электричку, и там тебе, в общем, как бы компостирует билет. Все тоже очень просто. Вот единственное, что, как я, в принципе, уже сказала в видео, что я немножко, у меня были сложности с покупкой билета, потому что там не было русского варианта. Я думаю, вдруг что-нибудь не то нажму. Но, в принципе, тоже достаточно все просто. И выбирая время, я вот выбрала время обратное с запасом, но, в принципе, это время ни на что не влияет. То есть самое главное, что у тебя оплачен билет обратный, ну, допустим, от ВАЦа до Нью-Гати, и этого вполне достаточно. Засниму все же одну улицу. Вот так примерно и выглядит ВАЦ в таких вот разноцветных двухэтажных домиках. Нет, есть, конечно, другие строения, но преимущественно это вот так. Издалека увидела вот этот вот домишко, прямо у тебя за мной. Специально свернула, чтобы заснять. В других своих видео я говорила о сложностях венгерского языка. И вот здесь вот, находясь в электричке, я села поближе к табло, чтобы не пропустить свою станцию. Но, в общем-то, она была конечная, но, тем не менее, вот как бы я могла отслеживать нормально названия, поскольку, ну, труднопроизносимые венгерские названия, они вот иной раз вообще никак не ассоциируются с уведенным. Но электричка меня привезла в итоге, получается, ну, это центр, не центр города был. Тем не менее, когда я шла от этой вот станции, я умудрилась заблудиться даже в этом маленьком городе, потому что я пошла не туда. Хотя вроде шла по указателям, повернула направо, а надо было налево под мост. Тут, пожалуй, можно обзорно видео сделать единым, чем каждый дом фотографировал. Это, конечно, здание, оно вообще впечатляет. И вот, когда я так вот плутала, сначала, получается, по одной части города, потом, когда вернулась и уже прошла рядом на такую вот площадь с современными, ну, относительно современными зданиями рядом со станцией, что у меня что-то было какое-то удручающее впечатление, что я приехала сюда зря, потеряла время. Ну, ну, ладно, в конце концов, как бы прокатилась, так посмотрела в целом. А потом я уже, когда дальше углубилась в город, ну, я поняла, что я глубоко заблуждалась. ВАЦ – очень-очень-очень милейший, колоритнейший город. В Венгрии такие вот статуи практически все на зиму закутаны. Поскольку до этого я еще ездила в Сент-Эндре, то я невольно сравнивала два этих города. Ну, вы знаете, они похожи только тем, что до них удобно добраться. Находясь вот в Будапеште короткое или длительное время, вот я была пять дней, и мне вполне вот было достаточно, чтобы съездить куда-то на день. Меня это очень устраивало. Тем более, что, как и в ВАЦ и в Сент-Эндре, я уже сказала, что это из центральной части города можно уехать. А в остальном, да, города небольшие, да, они низкоэтажные, но каждый город настолько уникален, настолько интересен. Поэтому я рекомендую вам и то, и то посетить. Если у вас есть такая возможность и есть на это время, вы не пожалеете. Продолжение следует...